3000 жителей края в прошлом году отдохнули на зарубежных курортах. Для региона это приличная цифра, говорят в Ассоциации регионального туризма. Самое продаваемое направление этой зимой – Вьетнам. Самым популярным и доступным маршрутом остается Турция. В среднем семье из трех человек на недельный отдых понадобится 100 тысяч рублей. Что касается Алтайского края, недельная путевка обойдется примерно в 120. Чаще всего к нам приезжают жители Австралии, Канады, Америки и Японии. Европейцы ехать в Россию просто боятся. Все равно неблагоприятный информационный фон, связанный с холодной войной европейской, он сказывается. Политика вмешалась. Политика вмешивается. Еще одна тема для беспокойства – банкротство туристических компаний. Сейчас такая угроза нависла над Натали Турс. Туроператор пока приостановил продажу путевок до 30 сентября этого года. Алтайские эксперты советуют, если человек уже находится за рубежом и у него возникли проблемы с заселением, необходимо собирать все чеки, подтверждающие дополнительные затраты. При этом надо сообщить о проблемах своему агенту. При возвращении домой должен действовать следующим образом. Писать, соблюдать досудебный порядок разрешения вопроса, а именно писать претензию с указанием всех обстоятельств, которые имели место быть на отдыхе и, соответственно, ждать ответа от туроператора. Согласно закону об основах туристской деятельности и закону о защите прав потребителей – это 10 дней. Головной боли местных туроператоров остается курортная гонка с Республикой Алтай. Они признают, что регион по количеству отдыхающих сильно проигрывает. Недавно в Рио губернатор заявил, что развивать туристические проекты края возможно только в тесном партнерстве с Горным Алтаем. Так что теперь будет много работы именно в этом направлении. Ирина Корчегина, Павел Лавнин, Андрей Печоркин. Наши новости.